Добрый день, дорогие друзья! Поздравляю вас с наступившим Новым Годом! Сейчас 01.01.2016, а я решила сделать Новый Год необычным для себя, нестандартным, но расширение возможностей, почему бы и не сделать. И решила я, как говорят, воздать всем, раздать долги, а должна я отблагодарить. И хочу поблагодарить я Надежду Новосельскую. Надежда Новосельская – это лучший тренер из тренеров, у кого я была. Ну, всего лишь несколько дней назад закончила она свой тренинг, и то я не знаю, закончила ли. А где-то примерно 2 месяца назад попали мы к ней за совершенно символическую цену, где-то примерно 1000 рублей. Ну, я не знаю, как сказать, это просто ничего не сказать. В общем, вела она нас практически через день. Через день давала нам в неограниченном количестве времени. Начинали в 9, заканчивали в час или в полвторого ночи, и это через день. Это за эту сумму. Кроме того, вела нас в чате. Каждому индивидуально прислушивалась, чувствовала, в чем там какие ограничения у человека. Помогала вытащить это, давала техники. Такое количество этих техник. Просто огромное. Чему научила? Фундаментальному. Фундаментальному знанию об ответственности человека за свои слова, за свои решения, взрослость, состояние взрослости. Тренинг назывался «Управление своими состояниями или управление эмоциями». По сути дела, как я почему пошла на этот тренинг, просто я рванула на него, потому что мне надо, как мне казалось, было научиться действительно управлять своими эмоциями. Вместо гнева и раздражения просто остановись, послушай, что у человека в душе. А в душе, как я поняла, у каждого. Это желание «Полюби меня», «Услышь меня». Но эти озарения уже пришли чуть позже. Управление состояниями – это такое классное состояние из центра себя, из центра своей личности. Какое хочу состояние, такое включаю. Хочу включаю драйв, хочу флирт, хочу спокойствие, тишину, мудрость, в какую роль захотела, в ту вошла. И все это исходя из исходной точки, из точки вот этой своей глубокой внутренней осознанности тишины. Ну, это примерно так я описала. Те тренировки, которые происходили, это состояние, этот кайф от того, как это здорово получается, владеть собой, полностью управлять собой, включать нужное состояние, когда надо состояние радости, когда надо состояние позитивности, когда войти в него, когда состояние делания, то есть это трудолюбие, прямо любви к делу, творчества, созидания, какого-то трудолюбивого куража, вдохновения. Это все очень здорово. Владеть ими, этими состояниями – это владеть собой. И тогда чувство гармонии и удовлетворенности, как бы ты владеешь собой, что надо, что хочу, то вдруг раз, и как вот, оп, и получается. Вот это, вот это получили, это получилось у нас на тренинге «Надежда», под ее руководством. «Надежде благодарность за необыкновенное чувство любви». Я где-то прочитала, это не просто тренер, это человек, который служит, служит миру, знаете, который где-то отождествил себя с миссией Иисуса, и он это делает. Ну, не знаю, да простит меня, да пусть меня никто не прощает, я сказала правду. Вот такое отношение у нее было к нам. Я бы сказала, знаете, как она сама находилась в состоянии вытаскивания нас, подтягивания нас, подравнивания даже под себя. Это, ну, это гениально. Фундаментально все у нее построено, и поэтому, вообще, знаете, я бы назвала этот тренинг, более точное его название. Это вот как. Это скорый интенсивный путь к просветлению, к пробуждению сознания, к открытию сердца. Потому что в тренинге выстраивалось все, начиная с осознанности своего тела, с осознания любви и приятия его. Тело, тело, тело – это фундамент, это база, на которой стоим. Потом психика. Там, где психика, там, конечно, идет вот это как раз то, что нужно, это управление своими состояниями. Это расширение себя, это, говорят, избавление от ограничителей. Я бы назвала это по-другому. Давание себе возможностей, вера или знания о своих достоинствах и о своих могуществах. Вот все это мы получали. Очень много было из позитивного мышления. Выстраивание позитивного мышления – это вообще тема из тем. Это отношение к себе, это отношение к миру, это отношение к людям. Это, действительно, отношение к способностям и возможностям. Это отношение к самому Богу и Его подсказкам нам. И, понимаете, когда это все становится позитивным, то мысли сами по себе становятся позитивными. И, соответственно, всё исполняется. Все желания исполняются. Это выстраивание себя пошёл в следующий уровень, который называется уровень духовности. А это выстраивание себя, знаете, в чём? Совершенно в благих пожеланиях миру, людям, самому себе. Это гармония, это существование в этом огромном мире, в любви к нему, в радости к жизни, в любви ко всему происходящему и приятии его. Вот какой момент озарения. Знаете, мы любим самих себя, когда мы успешны, а любить самих себя надо даже в те моменты, когда что-то не получилось. И знаете почему? Потому что это отправная точка к тому, чтобы что-то постичь, понять, научиться и суметь. А как без этого? Совершенствоваться, двигаться, развиваться и получать кураж и радость от этого процесса. До этих озарений к ним, к этим озарениям, открытиям я приходила когда-то сама. Я говорила, боже мой, а разве жизнь бы радовала, если бы она была только сладкой? Ну как бы вот этого счастья-то нет, когда душа или мысль даже, интеллект, он тоже требует какого-то движения. И для этого нужны какие-то моменты, от которых ты начинаешь этот поиск, это усовершенствование, эти достижения обретаешь. Жизнь – это радость, мы – это радость, все люди, окружающие нас – радость. И надежда учила нас быть в этой гармонии с собой и любви к себе и приятии к людям, и не управлять собой так легко и в радости, умение любить. Количество техник, которые она дала, огромное. Каждый день я включаю интеграцию личности. В этой технике все. Техника взгляд незнайки, я забыла, как точно называется, но пусть будет так. Это посмотреть не только своими глазами на происходящее, посмотреть глазами, например, своего собеседника на себя или просто оценить ситуацию его глазами. Глазами кого-то третьего и глазами самого Бога. Это все, это так простраивает личность, что словами не передать. Моя огромная благодарность за то, что я полюбила себя, я признала себя, все свои успехи, все свои достижения. Я вообще признала себя такой, какая есть в каком-то чувстве прям-таки радости и любви к самой себе. Чему научила? То есть в этом тренинге было все. Это было и о целях, и о желаниях. Она просто раскочегаривала в нас желание желать. Можем, надо желать, надо хотеть обрести этот огонь. От этого огня рождается любовь к жизни. Любовь к жизни, любовь к успехам, любовь к деланию. Это тренинг и о взаимоотношениях, взаимоотношениях родителей-дети, когда надо детей отпускать, даровать им свободу, свободу строить, созидать свою жизнь и самостоятельно радоваться так, как и я описала эту радость. Даже радость от того, что что-то не получалось, пусть обретают, пусть чувствуют себя взрослыми и состоявшимися. И вы знаете, вот это состояние взрослости, которое я считаю фундаментальным, взрослость – это ответственность самого себя за свои принятые решения, за принятие решений, за самого себя, за успехи или какие-то неудачи. И, значит, опять это новое решение о том, как надо найти или какие-то способы, какие-то ресурсы, то есть внутреннее состояние в себе открыть, которые сподвигнут и помогут обрести. И это состояние взрослости и ответственности, оно, по идее, должно прививаться детям с младенчества. Сегодня я разговариваю с своим внуком, ему 4 года, и я задаю ему вопрос, а почему ты не принял решение сам? То есть не ожидая, что мама или папа сделают, почему не принял решение сам, почему не настоял, что тебе это интересно и тебе это надо? Я увидела изумление в глазах, но я обрадовалась тому, как я это сказала. Я выражаю огромную благодарность Надежде и с чистым сердцем говорю, что это лучший тренер, который знает, что он делает, который не считается со временем и со своими силами, который даже не считается с деньгами, но дает нам, дает это расширение, вообще знаете что? Дает отношение к деньгам, это тоже то, что она дала, потому что я говорю, в этом тренинге было все. Отношение к деньгам тоже ответственное, с простотой. Знаете, что значит с простотой? Это вот у меня деньги есть, если нет, значит будут. Спокойное отношение, мне это надо, значит надо взять, надо купить этот товар, надо купить этот тренинг. Надо, ну знаете, это спокойное отношение к процессу, беру, даю, просто спокойное отношение к деньгам, как в приятии самого вот этого факта как-то, что деньги это то, что должно за что-то нужное даваться, но и тебе тоже дают за что-то нужное, что делаешь, даришь или продаешь ты. Деньги – это процесс, как свой труд продаешь, это процесс вот как бы взаимообратимый, и если надо, тебе деньги будут всегда. Это состояние мага, это состояние своей внутренней магичности, и ко всему этому надо прийти, Надежда этому тоже учила и предлагает эти тренинги, и это очень здорово. Я благодарю Надежду за ее альтруизм, и не альтруизм тоже, за то, что она пробуждала нас в чувство ответственности и осознанности, даже в том плане, что за это нужно давать деньги, платить, потому что это нужно вам, это нужнее, чем купить платье, это нужнее, чем купить на новогодний стол красивый и там богатый продуктами стол, это нужнее, потому что это обретение себя, обретение сил, обретение своей успешности, удачливости, обретение умения управлять собой, быть мудрым, спокойным, гибким, хватким, разумным, радующим, радостным, любящим, любящим людей, понимающим людей. Очень много чего происходило. У меня происходили такие моменты, когда я вдруг просто как будто считывала, о чем думает человек. Это уже близко к телепатии, а может быть даже и телепатия. Ясновидение у меня улучшилось, моя работа с клиентами, я работаю, даю консультации как психолог, как экстрасенс, лечу и даю возможность людям обретать, очень успешно работаю. Но вдруг это состояние новое поймалось, состояние отпускания. Я провела работу, я больше не мусолю в голове, так я сделала не так, как это у меня было раньше. Я отпустила у меня чувство радости, чувство посыла и уверенности, что у человека это получится. Я благодарю, Надежда, за это особая моя искренняя благодарность. Я благодарю и поздравляю с Новым годом. Я желаю тем, кто еще не побывал на тренинге у Надежды Новосельской, то есть еще не начал обретать свое счастье, побывайте, обязательно придите. Говорю это с чистым искренним сердцем. Я думаю, вы верите, если человек в Новый год говорит такое. Так, благодарю, желаю всего самого наилучшего лично надежды и всем тем, кто придет к ней на тренинг. Счастья, благополучия, радости. Кстати, я выздоровела, я чувствую себя гораздо счастливее, и у меня все лучше. С вами была Валентина Мельникова.